Приветствую вас. Я думаю, что как минимум вам не стоило бы, наверное, жить с этим мужчиной, как минимум. Не стоило бы жить. То есть если вы боитесь, если у вас есть страхи, если вы сомневаетесь, то как минимум сейчас, на данный момент, жить, наверное, не что. То есть вам имеет смысл от него отдалиться и немножко дистанцироваться. Да, вот. А как бы признав, признав, что отношения ваши, они складываются не так, как хотелось бы. Вот. Вот. Понимаете? И дальше уже, и дальше уже, вам необходимо будет поисследовать что и как и почему произошла вам такая ситуация? Вот. То есть как, как, вы оказались, вот, в данной истории? почему вы начали бояться? Вот. И из-за чего вы начали бояться? Вот. из-за чего вы начали бояться? и мой коллега Шудричов Игорь Леонидович, ваши страхи, они, скорее всего, берут начало из детства. И работать нужно ну, именно в первую очередь за страхом. Самое, что вы не уверены в себе, вы боитесь, вы чувствуете опасность где-то в чем-то из-за чего-то. Вот. А значит, адекватное отношение со своим молодым человеком и выставить по какой-то причине не смогли. Вот. Вот это вот и необходимо корректировать, да? В первую очередь. Ну, а что касается того, что вы не чувствуете себя хозяйкой, то это, опять же, вопрос, скорее, о том, как вы себя ставите в отношениях, то есть если вы себя ставите в отношениях неуверенно, да, то, соответственно, вы не будете хозяйкой. Если вы сразу не ставите там определенные условия, так скажем, совместного быта, да, то, да, конечно, в таком случае, вы не будете чувствовать себя хозяйкой. Вот. Это, к сожалению, негативная безусловная история, но, тем не менее, это нормально. То есть здесь вам нужно вот посмотреть, как вы вообще отношения выстраиваете с, ну, с мужчинами, да, на каком основании. Насколько мужчинами считаются, насколько мужчинами вас уважают. Я думаю, что это первый ваш парень, поэтому, ну, поэтому говорю, соответственно, вот так. Вот. То есть, такая вот история, пока нам не видится. Вот. И, конечно, нужна цель. То есть, знаете, у меня такое ощущение, да, возникло, что вы, ну, с вас, точнее, как будто, знаете, как будто, как будто заставляют кто-то, ну, жить с мужчиной. Вот. То есть, вы так себя ведете, да, как будто, прям вот заставляют вас жить с мужчиной. То есть, как будто бы у вас вот вообще выбора нет, ну, совершенно. Понимаете? Вот. То есть, как бы, на мой взгляд, ну, вот эту ситуацию, да, его нужно, ну, ее можно и нужно скорректировать. Вот. Чтобы вы лучше для себя ориентировались в том, что происходит, ну, что происходит в ваших отношениях. Вот. Вот это мне видится, как бы, решением ситуации, да, решением, ну, решением проблем, проблемы ваших. Вот. А дальше уже это требует, скажем так, это требует определенной детализации. То есть, это нужно анализ проводить, да, и исследовать. Вот. Ну, ну, на мой взгляд, по крайней мере, да, чтобы лучше понимать, с чем вообще мы имеем дело. Вот, в принципе, так, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. А я вам желаю всего самого доброго, доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация ваша разрешится. Ну, и хочется сказать также, что наиболее эффективной своей ситуации вы разрешите и обратитесь к психологу. Ну, да, слишком мало информации. Всего вам доброго и удачи. Поехали. Поехали.